Хотела найти любовь всей жизни, но осталась и без любви, и без денег. Недавно в милицию обратилась женщина, которая отправила крупную сумму денег мужчине с сайта знакомств. Мужчина рассказал о том, что является врачом и готов приехать к ней для совместного проживания. Но для того, чтобы он смог сюда прибыть, в Республике Беларусь, ему необходимо порядка 10 тысяч долларов, чтобы он смог оформить документы и открыть свой счет, который находится в Соединенных Штатах Америки. Женщина, не задумываясь, перевела практически всю сумму. После данной оправки денег мужчина перестал выходить на связь. Услышав подобную историю, многие скажут, уж я-то точно на такое не куплюсь. К тому же всем известно, что чаще всего просят деньги мошенники на лечение, бизнес и переезд. Тем не менее, люди теряют бдительность и расстаются с деньгами. Почему? Разберемся с психологом Иваном Тараском. Мошенники очень круто умеют работать с эмоциями. И они очень хорошо знают, на какую эмоцию надоедить. Что сказать, что рассказать, как подойти, как раскрыть. И кажется человеку, когда он общается с мошенником уже, что это такой самый близкий человек, самопонимающий. То есть мошенник дает эмоции, которые нужны человеку. Затем в подходящий момент рассказывает о своей проблеме, которую можно решить деньгами. Человек хочет облегчить страдания нового знакомого и выполняет просьбы мошенника. Человек думает, что он тоже эмоционально помогает. И на этом эмоциональном факторе и происходят вот эти обманы. Хороший мошенник, он всегда работает от человека. Он вплоть до того, что начинает, как любят и неоперы говорить, подстраиваться под клиента. То есть он говорит его же словами, использует такие же речевые обороты. Получается, вычислить мошенника практически нереально. Но все же один признак есть. Ему нужны деньги. Так что если в воздухе витает аромат проблем с финансами, значит знакомство запахло жареным.